Посмотрите, что я нашел в лаунже Lexus. Это ховерборд, летающая доска, о которой я рассказывал в Droider Show. Она даже работала, только ездить на ней было не очень удобно. Но, тем не менее, я могу к ней прикоснуться. Всем привет, это Droider, с вами Валерий Истышев. Я нахожусь на выставке International Motor Show в Женеве. И продолжаю искать для вас интересные концепты и автомобили будущего, которые, возможно, никогда не будут ездить по нашим дорогам. Но, тем не менее, я нашел их настолько много, что все это растянулось на целых два видео. И это видео как раз-таки под номером два. Можете посмотреть первое, если пропустили. Ну, поехали, пошли искать что-нибудь интересное. Компания Renault себя на стенде показала эдакую маршрутку будущего. Называется концепт EZ-Go и он впервые был показан здесь, на Женевском автосалоне. Он полностью электрический, двигатели расположены в колесах. И, как видите, в нем нет водителя. Вообще не предусмотрена такая функция, как водитель. Он полностью беспилотный и должен быть использован для каршеринга. Предполагается, что автомобиль будет вмещать в себя шесть человек. Как видите, дверь открывается очень оригинально и туда можно комфортно заходить, прямо не нагибаясь. Кроме того, вместе с концептом были представлены такие специальные станции, на которых машина будет автоматически подзаряжаться. И на этих станциях можно будет ее вызвать с помощью сенсорного экрана. Кроме того, можно воспользоваться приложением. Тут есть специальный пандус и можно удобно заезжать людям, например, с ограниченными возможностями. Но пока он возможен, наверное, только в теории. Но здорово, что придумана именно система подзарядки. То есть, когда машина будет подъезжать к этой станции, она будет подзаряжаться. В течение очень долгого времени этот автомобиль может путешествовать по городу и разводить людей. С такой посадочкой, конечно, по России ездить не суждено. Ух ты! Альфа Ромео. Эта компания все еще существует. Я помню, как мне папа в детстве рассказывал про машины этой марки. О, посмотрите, народ надевает на спину специальный компьютер, ранец и виртуальный шлем HTC Vive. И вперед, виртуальная реальность! Дорого-богато машина Bugatti, выполненная из камня. На самом деле нет, но выглядит, как будто бы она мраморная или кафельная. Я не знаю, как материал назвать. А это концепт электрического минивена от Toyota. Впервые он был показан на тайкийском автосалоне. Интересная штука – это проекционные окна. То есть, люди внутри смогут работать или смотреть кино через вот эти вот проекционные экраны. Кроме того, что они будут проецировать изображение, экраны будут еще и сенсорные, насколько я понял. Концепт называется Fine Comfort Ride. И, видимо, в этом названии как раз и скрыт весь смысл. Во-первых, внутри вот эти вот сидения, которые, кстати говоря, выполнены в форме круга, они смогут разворачиваться для того, чтобы людям было удобно общаться между собой, работать, устраивать какие-то митинги. Ну и, естественно, автомобиль будет беспилотный. Как видите, тут вместо руля какая-то странная рогатина. И не предполагается, что человек будет сильно участвовать в движении этого гаджета. А это что-то вроде Segway, но не Segway. Называется Toyota Concept Eye Walk. Похож на пылесос, если честно. Но тоже имеет место быть. Кроме Concept Eye Walk, еще имеется просто Concept Eye. И, видимо, тут игра слов. Eye – это еще и глаз, потому что, обратите внимание на фары, они похожи на глаза, и при этом они периодически моргают. Опять же, электрический автомобиль был показан впервые в Токио, вроде как, в 2017 году, а сейчас приехал в Европу. Галамурный салон весь выполнен из белой кожи или замши, пластика с каким-то золотым оформлением, и все экраны тоже белого цвета. Оригинальное устройство открытия дверей. Они вот так вот вверх, передние, а задние как-то так назад закидываются. И еще имеется малыш, который называется iRite. Он совсем маленький, похож на что-то вроде смартика. Стеклянные крыши, стеклянные двери, все стеклянные. Спереди тоже есть экранчик, на который можно вводить какую-то информацию. И вот у нас тут два места. И сзади, я так понимаю, багажное отделение. А где же руль, спросите вы? Я бы тоже спросил, где руль. Возможно, он вылезает вот из этого лючка. Компания W Motors. Я впервые слышу о такой, но вот такие вот бэтмобили тут представлены. Белого цвета. Очень серьезно выглядит. Этот называется Fenri Super Sport. Еще есть вариант в темном цвете. И очень забавно открывается багажник или капот. Я не знаю, что это такое, но вылезает как такие крылья. И там можно посмотреть, что внутри. Концепт от Subaru или Subaru очень похож на уже серийный автомобиль. На самом деле, не скажу, что он такой суперфутуристичный. Называется он Subaru Viziv Concept Tourer. Автопроизводители тоже знакомы с ARKit. Вот тут вот на стенде Subaru можно посмотреть на концепт через большой айпадище. И он так прям нормально прилип вот к этой поверхности. Как видите, если вы так посмотрите, его нет. А через айпад он есть. И тут можно в режиме дополненной реальности, например, убрать крышу. И посмотреть, как он будет выглядеть без верха. Оп! Сидения сложились. И в багажнике у нас, видимо, ботинки лыжные. Ну, а так будет выглядеть автомобиль со стороны водителя. Вот так вот просто идешь, идешь по выстике, а тут бам! И какая-то абсолютно непонятная штука. Похожа на какой-то, не знаю, кучу хлама. Имеется запасное колесо. И видимо, какой-то очень сильно укрепленный корпус. Компания Königsegg из Швеции. Сложно произносимое название. Не знаю, правильно ли я его прочитал. Я обратил внимание на эти автомобили из-за того, что один человек в инстаграме написал мне посмотреть на них. И да, действительно, это что-то. Вот этот автомобиль называется Regara. И он, как я понимаю, заряжен по полной. Там 5-литровый движок и вроде как гибрид, что-то электрическое там имеется с 1100 лошадок. Тут же на стенде можно посмотреть на Königsegg Regara с открытым капотом. Я так понимаю, там где-то есть батарея. Вот это похоже на батарею. К сожалению, я не смог выяснить тут нормально на стенде. Все-таки это гибрид или это полностью электрический автомобиль. Либо это будет несколько модификаций. Частично корпус выполнен, как видите, из композитных материалов для облегчения. Смотрится, конечно, прям очень спортивно. Электрический велик, друзья. Design by Pininfarina. Ну, красивый, красивый. Вот тут имеется логотип. Вау, какой. Красавец. Я так думаю, что вот здесь где-то спрятана батарейка, и ее можно отстегивать. О, это, кстати, лампочки даже горят. Похоже, он рабочий. Я не знаю, зачем делать такие двери. Ну, вы посмотрите на это. Это что, крыло? Или вообще, я не знаю. Открываете, садитесь, четвером, пятером. Нет, пятером не влезете. Четвером. И вперед. Электрическое будущее. Называется этот концепт GT. И, на самом деле, это совместное творение компании Hybrid Kinetic и Pininfarina. Он полностью электрический. Внизу расположена батарея, так же, как и у Теслы. Четыре электрических двигателя. А внутри еще, вот где-то в капоте, стоит турбина. То есть, бензиновая, которая позволяет перезаряжать электродвигатель. Собственно, эта машина может уехать дальше, чем просто электромобиль. Тут, интересно, сделан именно салон. Вот этот экранчик, который расположен непосредственно у пассажира, он может складываться, чтобы ничто не отвлекало водителя от вождения. Потому что это, как бы, такая смесь комфортного, люксового автомобиля и GT, то есть, гран-туризма. По сути, он имеет спортивный характер, но может превратиться в такой уютный, люксовый автомобиль. И обратите внимание, хоть он как бы и купе, но все-таки задние места тут есть. Подсветочка, конечно, крутая. Вот что вы ожидаете от джипа Бентли, Бент-Яга. Сейчас я вам покажу. Во-первых, он гибрид. Ну и главное, конечно, его багажник. Тут имеются специальные отсеки для шампуська, столовые приборы, полотенчик и кофе. Ну, собственно, все по-королевски. Ну и, конечно, бордовая и бежевая кожа внутри. Давайте хоть потрогаю, прикоснусь к прекрасному. Похоже, вот эту зарядку разрабатывал Филипп Старк. Он же, кстати говоря, делал дизайн для Xiaomi Mi Mix. Ну, это вообще такой известный чувак, очень крутой. После огромного количества посещения разных гаджетовых выставок, где куча разных телефонов, планшетов, ноутбуков и вот этого всего, на автовыставке ощущаешь себя совершенно по-другому. Ты не можешь подойти на стенд и попросить сэмпл, чтобы его быстренько отснять. И вообще, сами стенды огромные. Снимать автомобили, на самом деле, достаточно сложно. Сложнее, чем телефоны. Они редко влезают в кадр. Но при этом, конечно же, все в новинку. Я вспоминаю, как я впервые посетил МВЦ 2000. Какой же это год был? Мы с Борей туда прилетели. И нам тоже было прям все интересно. Нам казалось, что это прям супер-супер круто. Сейчас мы приезжаем на МВЦ, и нам кажется, что как-то уныленько, как-то слабенько показали. А тогда, вначале, это было прям вау. И вот сейчас у меня такое же ощущение здесь, на Женевском автосалоне. Немного ретро-концептов для разнообразия. Мне нравится дверь. И руль вообще классный. Да все прекрасно в этом автомобиле. И это концепт 1963 года. Chevrolet Corviart Tuxedo Bear Tone. Собственно, это купе на два человека. И, насколько я понял, там стоял или стоит движок шестицилиндровый на 142 лошадиных силища. Дверь почему-то где-то посередине автомобиля. Как-то странно смотрится. И обратите внимание, стекло вот это вот лобовое отодвигается или не отодвигается. Но, опять же, оно как-то странно расположено. ГФГ. Почти что БФГ. Вы знаете, что это такое, да? Многие в Инстаграме просили меня показать Теслу с автосалона в Женеве. Но, похоже, Элл Маск не сильно признает автосалоны в целом. Устраивает свои собственные презентации. Но, тем не менее, вот Тесла Model 3 я нашел. Я знаю, что уже некоторые, например, Вилсон сняли отдельный обзор. Но я, например, впервые смотрю на эту машинку. Действительно, она очень странно смотрится без решетки радиатора. Еще более странно, чем Тесла Model S. Оп, логотип Теслы. Все на месте. Взглянем быстренько на салон. Он аскетичный, но при этом технологичный. Здоровенный планшет. Это уже как трейдмарк от Теслы. Вот это вот выполнено под дерево, но это не дерево. Ну, имеются подстаканники. Он там вот где-то у нас руль. Закроем вот эту вот дверь со стеклом, без рамочки. Все как надо. Оп. Я думал, что Хеннесси это коньяк. Но, похоже, есть автомобиль. Хм. Луноход или джип. Слайд-то драйв. Так, давайте посмотрим внутрь. Ну, как бы сложно это назвать внутрь. Но вот так. Вот так оно выглядит. Окей. Видимо, им занимается какое-то другое подразделение Хендай, потому что стоит он совершенно не на стенде компании, а где-то в стороне. Недалеко от Мерседеса, BMW и других баварских брендов. Уюю. А это у нас Мазда Вижн Купе. Такая металлическая акула. Мазда Вижн Концепт это не как бы концепт рабочего автомобиля. То есть он вроде как и не электрический, и не бензиновый. Никакая информация об этом не сообщается. Это именно концепт дизайна. То есть как должна выглядеть машина будущего. Линии дизайна, вот эти вот красивые всякие элементы, фары. Именно эта модель награждалась как раз-таки за лучший дизайн. Была она показана впервые в Токио в прошлом году. Ну, что тут скажешь. Действительно, очень красиво получилось у дизайнеров Мазда. Развлекается, ребята. Ну, давайте. Врум-врум-врум-врум. Крутота. Мне кажется, прикольнее, если бы это было в виртуальном шлеме. Перед нами совершенно новый бренд автомобиля. Полстар. А сама машина называется Полстар 1. И это уже не совсем концепт. Это, по сути, автомобиль, который можно будет предзаказать. Он выполнен в сотрудничестве с компанией Вольво. Выглядит очень круто. Я вам скажу, дизайн прям прекраснейший. Это гибрид. У него будет стоять двухлитровый бензиновый двигатель. И, кроме того, и электрические двигатели. Батареи расположены где-то спереди, еще где-то сзади. Но при этом осталось место и для багажа. Собственно, при езде до 150 км в час используются только электродвигатели. До сотни он разгоняется за 4 секунды. Ну, а суммарная мощность где-то 600 лошадок. Салон приятный, ближе к классическому автомобильному. Но имеется здоровенный экран вот там вот посередине. Ну, надо сказать, места в багажнике совсем мало. Вот рюкзачок вот так вот положить мой. И еще пару пакетов из Ашаны. И все. А вот еще Полстар 1, но уже в беленьком цвете. На стенде BMW, к сожалению, не нашел каких-то футуристических концептов. Но вот тут вот в углу стоит новенький М8. Насколько я понял, как бы к нему пробраться-то. Вот такой. Концепт от Смарта говорит «Хеллоу, Дженева!» Я его уже видел на Цессе и на МВЦ он точно так же крутился. Он, конечно, интересный. Что тут скажешь? Двери откидываются, как крылья у жука. Там вот в салоне имеется какой-то синий мишка. Экран. Руля не видно. Либо он выезжает, либо не выезжает. И спереди, как вы видели, есть экранчик. В общем-то, на этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Лично мне было очень интересно впервые побывать на Женевском автосалоне. Я бы старался найти для вас самые любопытные концепты электроавтомобилей, летающих автомобилей. В общем, тут много всего. Можете еще посмотреть первую часть этого ролика. Она тоже есть на канале. И там тоже есть интересные штуки. Опять же, с этой выставки. Это Дроидер. С вами был Валерий Истышев. Не забывайте ставить этому ролику лайк, если вам понравилось. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До встречи в будущем. Я недолго побывал в нем. И пора возвращаться в настоящее.